Общежитие Харьковского индустриально-педагогического техникума. С самого утра здесь собрались и беспокойные родители и близкие выпускников. Причина паники – белый автобус с милицией и представителями обл. военкомата. Рассказывают, пришли сюда, чтобы не допустить отправку своих детей на сборный пункт военкомата. Родственники не понимают, куда и на каком основании их сыновей хотят увезти, и почему их детям вручили повестки прямо посреди государственного экзамена. Ведь у выпускников техникума до 30 июня по учебе есть отсрочка. После сегодняшней ситуации люди подъехали, не приставились. Один с милицией приставился, с военкомата никто ни документы не показал, ни приказ, который у них есть собирать детей. Мы толком законов не знаем, правильно? И тем более, когда законы один приняли, десять отменили в один день или наоборот. Не знаю просто, как себя вести правильно, и что делать. Боимся, чтобы его не забрали в армию, просто. Срочное, несрочное, солдат есть солдат, ему дадут приказ, и неизвестно, что будет завтра, и отправят на Донбасс. В 8 утра с военкомата заезжают в общежитие, ходят по комнатам, стучатся, пытаются прорвать оборону. Пацаны позакрывались, ребята, естественно, не боятся, не готовятся к защите, а сидят и трусятся на кровати. На уловку военкомов попался выпускник техникума Игорь. В этом автобусе парень вместе с милицией и представителями обл. военкомата просидел чуть больше трех часов. А вскоре его, ничего не объяснив, отпустили. Однако у Игоря, как оказалось, другая версия утренних событий. Рассказывает, сегодня собирался идти в поликлинику на медкомиссию, выходил из общежития, а в это время на проходной возле дежурного стояли военкомы, попросили документы, проверили в списке наличие его фамилии и попросили пройти вместе с ними к автобусу. Вообще-то мне дали направление здесь проходить, в троте поликлиники. Но я так ее не допрошел, проехали раньше, потому что призывники, получается, никто не приходит в военкомат, и они его отсобирают. Фамилию сказали, все, есть в списках, все в автобусе, все. Куда я буду текать, тем более там милиция есть. Ну вообще вы готовы идти в армию? Да, я готов. Тем временем в обл. военкомате рассказывают, студенты техникумов и колледжей сейчас проходят медицинскую комиссию, и только тех, кого признают годным к службе, пойдут в армию. Тех же, у кого есть отсрочка, в армию забирать не будут. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится срок для этих отсрочек. В данное время, так как они оканчивают уже учебу, и были приняты решения о том, чтобы сократить, так сказать, срок выпуска и сдачи экзаменов в учебных заведениях, то военные комиссариаты, как органы военного управления, на учете, в которых находятся военнообязанные призывники, и проводят заходы по проведению медицинских осмотров той категории лиц, которые будут уже заканчивать учебное заведение, и, соответственно, уже в них потеряется право на отсрочки, и они могут быть призваны на воинскую службу. А еще в обл. военкомате в очередной раз напоминают, повестка – это не мобилизация, а потому призывников-срочников отправлять в зону АТО не будут. Инна Степанишина, Александр Романовский, Агентство телевидения новости.